Всем привет! Меня зовут Евгений Базаров. Я психолог-травмотерапевт, гипнотерапевт и системный расстановщик. Я помогаю мужчинам и женщинам избавляться от психосоматических симптомов, страхов и других дискомфортных чувств, а также работаю с бессознательными ограничениями в сфере отношений и личных финансов. Вот далеко не полный перечень тем, с которыми я работаю каждый день. Я использую авторский метод работы с детскими травмами и другими бессознательными ограничениями, что позволяет достаточно быстро и эффективно создавать значимые изменения в чувствах и поведении моих клиентов. По окончании этого видео вы будете знать, что такое психологическая травма. Вы узнаете об особенностях работы с психологической травмой и о способах исцеления психологической травмы. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Итак, давайте поговорим о работе с психологической травмой, о том, как же все-таки прорабатывать психологическую травму, если она возникла. Итак, что такое психологическая травма? Психологическая травма – это ситуация интенсивного эмоционального стресса, которая на момент возникновения не может быть адекватно обработана и интегрирована в психика человека. То есть это некое эмоциональное переживание, которое было настолько интенсивным, что сознание не могло с ним справиться. И в результате те чувства, которые были связаны с этой ситуацией, были вытеснены, сработали естественные механизмы защиты психики, и психика научилась защищаться от повторения подобных ситуаций определенным образом, например, с помощью страха. Пример, да, какой-нибудь страх собак, да, когда на ребенка в детстве набрасывается собака, да, ужас, и как бы переживание было настолько страшным, да, что до конца эта ситуация не была адекватно прожита, так как бы сознанием она не была интегрирована как опыт, вот, и в результате психики человека формируется некий механизм защиты, да, от повторения подобных ситуаций в виде страха собак. Вот, ну, это частый пример, да, возникновения различных фобий, различных страхов, вот, и у каждого из нас, да, в той или иной степени есть, да, какие-то психологические травмы, да, для кого-то травмы становятся то, что над ним посмеялись в детском саду, да, когда он рассказывал стишок, вот, для кого-то какой-то недовольный взгляд родителя, да, в какой-то ситуации, вот, то есть у каждого свои следы, да, оставляют психологические травмы. Вот, понятно, что к травме можно подходить достаточно широко, да, когда мы берем любую интенсивную эмоциональную ситуацию, да, которая оставила след в бессознательном, да, и называем ее травмой, да, вот, или узко, так, когда мы берем ситуации, только в которых было чувство бессилия, оцепенение, присутствовал эмоциональный шок, вот, я скорее сторонник психологическую травму рассматривать широко, потому что, в принципе, да, как бы механизм работы всегда один и тот же, вот, и последствия, которые оставляют эти события на психику, также можно классифицировать, да, и имеют некую общую природу. Вот, психологическая травма всегда связана с бессилием, да, что нужно для того, чтобы ситуация стала травматической, да, чтобы вместо того, чтобы воспринимать ее как опыт, мы стали воспринимать ее как травму, да. Важно понимать, что травматичной становится ситуация, да, когда у психики не хватает ресурсов, да, для ее проживания, да, то есть возникает чувство бессилия, да, и при прочих равных условиях, да, для бессознательного это значит, что, как бы, организм не должен был выжить, да, то есть если бы мы были в аналогичной ситуации снова, да, то мы можем погибнуть, вот, и это вызывает как раз-таки вот эти вот возникновения неэффективных стратегий защиты, да, потому что бессознательно особо ревностно относятся ко всему, что связано с выживанием и размножением. Вот, травма всегда относительно, да, то, что травматично для одного человека может быть стрессом для другого, да, кого-то оставляют в детстве на 10 минут, да, там, одного, и это становится для него травмой на всю жизнь, да, кого-то оставляют на день, да, там, или на все лето отдают бабушке, да, как бы, и он это, в принципе, воспринимает адекватно, да, как ресурс, находит в этом повод быть самостоятельным. Вот, что отличает первых от вторых, да, наличие в психике определенного ресурса, да, то есть если в психике достаточно ресурсов, она может достаточно интенсивная стрессовая ситуация, да, воспринимать как опыт, вот, и использовать их в дальнейшем, да, как ресурс, да, для дальнейшего развития. Вот, если в психике ресурсов мало, то, соответственно, ситуация становится травматичной, да, и вызывает скорее травмозящий эффект в дальнейшем, да, то есть человек начинает избегать или компенсировать каким-то образом, да, этот свой травматичный опыт. Вот, при травме психика, как правило, расщепляется на три части, да, таких типовых, в ситуации любой травмы это чаще всего возникает, да, это часть травмированная, часть выживающая и часть здоровая, да. Что это такое, да, травмированная часть, это часть, которая как бы застревает, да, в этой ситуации травмы, да, там, если это нападение собаки, да, то часть нас как бы остается в этом переживании, поскольку это переживание не интегрировано как опыт, да, и по-прежнему испытывает, да, вот этот ужас того, что на тебя нападает собака. Вот, там, если мы берем травму, вот это одиночество, да, в детстве, когда ребенка оставили одного, да, то какая-то часть по-прежнему чувствует одиночество. Вот, и, соответственно, когда мы попадаем в какие-то похожие ситуации, да, у нас возникает проекция, и мы испытываем не только те чувства, которые адекватны настоящей ситуации, но и те чувства, которые связаны с травмой. Вот, выживающая часть, это часть, которая учится как-то справляться с подобными ситуациями, да, то есть либо она их избегает, либо компенсирует. Вот, избегание может выражаться в появлении чувств страха, тревоги, каких-то неадекватных ситуаций, да, если мы говорим про близость, разрыва близких отношений, да, то есть человек предпочитает выходить из близости, ему не становится некомфортно в близости. Вот, компенсация, это замещение, да, когда мы начинаем каким-то образом, да, потребность, травмированную потребность компенсировать или замещать, да, там, переедать, пить, употреблять наркотики, ну, другим образом справляться, да, с болью, которая осталась закапсулированной в травмированной части. Вот, ну, и здоровая часть, это часть личности, да, которая остается здоровой, продолжает функционировать, да, там, может ходить на работу, может прийти на терапию, да, ну, и каким-то образом функционирует дальше. Вот, ну, опять же, берем травму сексуального насилия, да, есть травмированная часть, есть часть, которая, допустим, боится мужчин или избегает мужчин, выживающая часть, то есть и здоровая часть, да, которая продолжает как-то функционировать в мире. Вот, и это естественный механизм защиты психики, да, вот это расщепление для того, чтобы мы могли даже в сложных ситуациях, соответственно, справляться с болезненным опытом. Вот, ну, идея бессознательного здесь в том, что в какой-то момент жизни, да, да, эти переживания могут вернуться в сознание, мы можем их как-то перепрожить, интегрировать, да, и тогда мы снова станем целостными. Итак, как избавиться от психологической травмы, да, поскольку я являюсь травмотерапевтом, ко мне на проработку постоянно приходят люди, да, я снова и снова в своей работе сталкиваюсь с психологической травмой, да, это один из самых распространенных видов психологических причин, да, бессознательных причин, которые приводят к неэффективному поведению, да, там, к каким-то неадекватным вторичным чувствам, к импульсивному поведению. Соответственно, я с этой темой работаю много, да, и, конечно же, людей, которые приходят на терапию, больше всего интересуют, да, как же избавиться от травмы, можно ли избавиться от нее полностью, что включает в себя терапия травмы, и в этом видео я постараюсь максимально дать ответ на эти вопросы. Соответственно, первое, что важно понимать, если травма по-прежнему на вас влияет, да, значит, психике не хватает до сих пор ресурсов для ее самостоятельного исцеления, да, то есть у нас в психике, в принципе, есть, да, механизмы самостоятельного исцеления, да, подобно тому, как у нас есть, там, иммунитет, да, и способность тела исцелять себя, вот, точно так же у нас есть способность психике исцелять психологическую травму, вот, и по этой причине, да, для кого-то, для кого даже какие-то переживания были болезненными, да, через какое-то время они перестают быть такими, да, то есть мы каким-то образом интегрируем ситуацию как опыт, там, то есть для кого-то завершение отношений становится прям травмой-травмой, человек не может долгое время отпустить, да, эти отношения для кого-то, да, там, проходит полгода-год, да, и человек полностью забывает, переключается и начинает дальше жить, вот. Вот, соответственно, разница между этими людьми в наличии ресурсов в психике, вот, и если у человека полноценный невроз, например, вот, или куча этих детских травм, куча внутренних конфликтов, то весь его ресурс, все ресурсы его психики уходят на то, чтобы каким-то образом справляться, да, с этим багажом, да, и функционировать в социуме. Да, здесь речь идет не про то, чтобы, там, добиваться какого-то успеха, да, или жить лучше, чем другие, да, а просто о том, чтобы быть таким же, как все, да, и справляться с тем ужасом, да, который там внутри где-то хранится. Вот, соответственно, поскольку травма всегда связана с недостатком психики ресурсов, да, для интеграции какой-то ситуации, то справедливо также обратно, да, если мы прорабатываем травму, то это высвобождает большое количество внутреннего ресурса на достижение своих собственных целей, да, которые мы можем перенаправить на что-то, да. Раньше мы это держали внутри, теперь мы можем, соответственно, делать что-то со своей жизнью, потому что нам это держать больше не нужно. Вот, соответственно, люди часто задают вопрос, да, можно ли, есть ли какие-то техники для самостоятельной проработки травмы, что я могу делать самостоятельно, да, и вот моя позиция здесь все-таки такая, что поскольку психике не хватает ресурсов до сих пор, да, то есть если бы ей хватало ресурсов, у вас бы травмы не было, вы бы, психика бы с ней справилась, она бы ее интегрировала. Вот, поскольку психике ресурсов не хватает, да, то, соответственно, ей нужен некий внешний ресурс, да, который поможет, да, с этим справиться. Вот, и это именно, как правило, становится либо психолог, да, там, либо психотерапевт, либо другой специалист, да, который работает с темой психологической травмы и как бы дает свой ресурс, дает свои знания, дает свою поддержку, да, и свою энергию для того, чтобы психика человека справилась с травмой, да, и поэтому зачастую, да, там, просто в присутствии хороших терапевтов, да, начинают происходить уже какие-то внутренние процессы у клиентов, да, начинают чувства подниматься, потому что человек дает ресурс, да, и психика сама начинает поднимать проблемный материал, да, и разбираться с ним. Вот. Серьезные травмы, да, по этой причине возможно проработать только с контакте, да, с другим человеком, да, который предоставляет этот ресурс, да, в контакте с психотерапевтом, с травмотерапевтом, да, и как бы, как правило, травмы прорабатываются с помощью специальных техник, да, техник стабилизации, когда человек накапливает этот ресурс, да, техник конфронтации, когда мы сталкиваем человека с этой ситуацией, да, и позволяем ему перепрожить эту ситуацию, да, уже в безопасной атмосфере, да, справиться с чувствами, которые в этой ситуации возникали, вот, и техник ресурсирования, да, когда мы предоставляем психике те ресурсы, да, которые были ей нужны, да, для того, чтобы в ситуации справиться. Вот, это касается травмы, да, психологической, в таком классическом понимании, да, которая стала причиной какого-то неэффективного поведения, да, то есть это травма, которая произошла когда-то в прошлом. Вот, если травма произошла сравнительно недавно, например, там, только что умер родитель, да, и человек находится в шоке, вот, вот, или человек попал в ДТП, да, и он находится в шоковом состоянии, это называется острой травмой, да, и с такой травмой работают немножко другими техниками, я ими тоже владею, но просто они не являются предметом настоящего видео, вот, там, человек сразу после изнасилования, да, это тоже, как бы, острая травма, с ней бесполезно работать, там, конфронтация, да, как бы, можно человека только повторно травмировать. Вот, мы говорим, конечно же, о травмах, которые там произошли несколько лет назад или, там, много лет назад. Вот, ну и, соответственно, поскольку людей больше всего интересует, как разобраться с травмой, да, как с ней справиться, приведу здесь алгоритм, да, работы с травмой, который использую я в своей работе, да, травма может быть, как я уже говорил, да, перинатальная, биографическая, трансгенерационная, да, и каждый вид травмы, да, имеет свой алгоритм работы, да, то есть свои причины возникновения травм, вот, ну, перинатальная – это некое событие, которое возникло до рождения человека, да, там, когда мама была беременна, вот, вот, биографическое – то, что произошло после рождения, да, то, что уже с самим человеком произошло, и трансгенерационное – это то, что произошло в семейной системе, да, что привело к возникновению тех или иных внутренних конфликтов, вот, соответственно, с каждым видом травмы есть свои методы, которые позволяют находить бессознательные причины их появления. Вот, ну, и это дерево здесь нарисовано неспроста, да, крона дерева – это проблемы клиента, посредствия травмы, ствол дерева, да, это чувства, связанные с травмой, да, и корни дерева – это те ситуации, да, которые стали для психики травматичными и вызывают появление тех или иных дискомфортных чувств. Вот, соответственно, прорабатывая корни, прорабатывая причины, мы можем полностью избавиться от кроны, да, от всех проблем и от чувств, да, которые связаны с травматичным переживанием. Вот, соответственно, первым шагом, когда люди приходят на терапию, является обнаружение причины возникновения травм, да, обнаружить ту ситуацию, которая стала проблемой, да, которая не была адекватно пережита сознанием, да, и каким-то образом начать с ней работать. Вот, соответственно, здесь могут быть использованы разные техники. Это могут быть техники, там, возрастной регрессии, когда мы работаем в трансовом состоянии, да, с вспоминанием о той или иной ситуации. Вот, или это может быть проективная какая-то техника, да, когда мы используем проекцию для того, чтобы пройти к травмам. Вот, ну, то есть техники могут быть самыми разными, да, но их суть примерно об одном и том же, да, мы идем к причине возникновения того или иного травматичного переживания. Соответственно, следующий шаг, да, когда мы обнаружили причину, это проработка причины на нескольких уровнях, да, это проработки на уровне тела, чувств, логики, поведения, да, поскольку, как я уже говорил, травма оставляет свой след на нескольких уровнях, да, в теле в виде телесных блоков, незавершенных телесных реакций, да, там, оцепенения, инстинктов, да, там, спрятаться, замереть, убежать, напасть, да, в чувствах незакрытые гештальты, внутренние конфликты, да, вытесненные чувства, на уровне ума ограничивающие убеждения, на уровне поведения какие-то кривые стратегии, реагирование на окружающий мир, вот, работать также для того, чтобы прорабатывать травму полноценно, нужно работать на четырех уровнях. Нужно работать с телом, да, с теми незавершенными телесными реакциями, которые в теле возникли, да, с телесными инстинктами, с выключением того, что там сработало. На уровне чувств, да, как бы необходимо перепроживать, да, эти чувства, закрывать гештальт, да, который связан с тем или иным переживанием. На уровне ума, да, необходимо прорабатывать ограничивающие убеждения, которые стали, скажем так, результатом, да, травмы и убеждения о самом себе, самоопределения. И на уровне поведения необходимо работать с теми стратегиями поведения, которые есть у человека, да, для избегания повторения подобных ситуаций. Вот, соответственно, если мы работаем на этих четырех уровнях, так как бы терапия травм становится интегральной, да, и становится принятие травмы, как опыта, да, такой мета-взгляд на эту травму, да, как на опыт, а не как на что-то, что сломало жизнь, условно говоря. Вот, ну и для этого мы можем использовать разные техники, да, для работы с телом элементы телесно-ориентированной терапии, работа с дыханием, работа с завершением телесных реакций, да, на уровне чувств мы можем использовать возрастную регрессию, гештальтерапию, остановки, да, различные формы, работа с чувствами. Вот, на уровне ума мы можем использовать, опять же, гипнотерапию, нейролингвистическое программирование, римпринтинг, да, то есть как-то работать с убеждениями человека. Вот, ну и на уровне поведения мы можем использовать когнитивно-поведенческую терапию, коучинг, да, работа с внутренними частями, ну, то есть каким-то образом менять поведение человека, да, в соответствующих ситуациях. Вот, ну и здесь есть ссылка на мою программу по работе с психосоматикой, да, к психосоматике я отношу вторичные чувства дискомфортные, любые, да, которые могут человека беспокоить психосоматические симптомы в чистом виде, компульсивное поведение, вот, в общем, у меня на сайте есть достаточно большое количество различных программ, да, с которыми вы можете ознакомиться, выбрать себе программу по душе, да, и записаться на консультацию, чтобы мы поработали с вашей травмой. Вот, ну и, соответственно, третий шаг, да, после того, как мы проработали травму на уровне тела, чувств, логики и поведения, да, нам необходимо протестировать результат, да, и повторить процесс, если это необходимо, да, поскольку различные чувства могут быть связаны с несколькими травмирующими ситуациями, да, там, например, чувство тревоги или чувство страха или панические атаки, как бы редко уходят только в одну травматичную ситуацию, да, человеку нужно было, чтобы это чувство реально стало интенсивным, нужно было несколько болезненных ситуаций накопить, вот, соответственно, часто нам приходится работать с несколькими уровнями, да, симптоматики, вот, это похоже на луковицу, да, мы слой за слоем очищаем симптом, да, снимаем с него слои, находим первый слой, детскую травму, находим второй слой, перинатальную травму, находим третий слой, там, какую-то системную или трансгенерационную подоплеку симптома, да, и постепенно, да, как бы снимая все эти слои, мы находим ядро, да, как бы работаем с ядром, и после этого проблема полностью уходит. Вот, бывает так, что мы находим ядро сразу, на первом же сеансе, да, и тогда за один сеанс мы полностью освобождаем человека от проблемы, которая его беспокоила. Соответственно, если мы работаем с этим, то у психики появляется все больше и больше ресурсов, да, все больше она становится способна исцелять себя сама, да, все больше ресурсов у нее остается, да, не на решение, ну, не на блокирование внутренних конфликтов, да, а на, скажем так, поиск ресурсов в своей жизни, да, там, достижение собственных целей, создание отношений и так далее, вот. И в этом смысле, да, травматерапия, работа с травмой всегда должна давать ощущение того, что ресурсов становится больше, что внутренние конфликты решаются, да, как бы и спектр возможного для человека расширяется постоянно. Вот. Ну и, соответственно, последний шаг этого алгоритма, да, повторить, если необходимо, да, если мы видим, что симптоматика после работы изменилась, да, но еще что-то остается, например, там, чувство снизилось на 50%, или на 30%, или на 80%, но еще не полностью, да, иногда имеет смысл поработать с этим еще раз, да, и найти то, что осталось и доработать. Вот. Соответственно, двигаясь по этому алгоритму из трех шагов, мы, как правило, прорабатываем любые травмы, да, с которыми мы сталкиваемся. Вот. Ну, поскольку у меня достаточно большой поток клиентов, я постоянно работаю с травмой, поскольку это самая распространенная причина, у меня большой опыт работы, да, с этим, с этой разновидностью бессознательных причин, ну, и, соответственно, если вас беспокоит, да, какая-то психологическая травма, или вы подозреваете, что у вас есть психологическая травма, или у кого-то из ваших близких, вы можете написать мне в личку, проконсультироваться, да, прийти на консультацию, как я уже сказал, программу, ссылку, ссылку на программу вы можете найти. На этом это видео подошло к концу. Спасибо вам за просмотр. Пишите свои мысли и комментарии под этим видео, задавайте вопросы, на все их я буду отвечать. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы оставаться в курсе последних событий. Вот. Если вас интересует работа со мной, да, вы хотите поработать со мной лично в терапии или в группе, да, в системных расстановках, пишите мне в социальных сетях, пишите мне в личных сообщениях, оставляйте заявки на сайте. Вот. Желаю вам всего доброго. С вами был Евгений Базаров. Счастливо. Чтобы узнать больше о методе, задать свои вопросы или просто познакомиться со мной лично, оставляйте заявку на сайте, и мы обсудим все вопросы по телефону или в скайпе. Также вы можете связаться со мной в социальных сетях. Под этим видео вы найдете все ссылки и необходимую информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!